В связи с изменениями указа главы Башкортостана от 12 мая жители нашей республики получили некоторые послабления в части режима самоизоляции. Глава региона аннулировал строгие правила пропускного режима, сохранив при этом жесткое требование соблюдения масочного режима. Однако, к нему многие янаульцы по-прежнему относятся с некоторой долей иронии. Между тем, статистика вещь упрямая и за последние дни в нашем районе наблюдается значительный рост возможных носителей COVID-19. Ежедневно сотрудники администрации района проводят рейды и профилактические беседы в торговых точках и парикмахерских. Здесь, так же, как и во всех общественных местах, необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим как самим сотрудникам, так и их клиентам. В каждой торговой точке и в точке бытового обслуживания в той или иной мере правила выполняются, но есть некоторые замечания. На наши замечания предприниматели действуют достаточно оперативно, и наши замечания устраняются, ошибки исправляются. Но акцентируем внимание на том, что если предприниматели, несмотря на наши предостережения, на наши замечания, продолжают нарушать установленные правила, у нас есть возможность составить протокол об нарушении по статье 26.1. И штрафы, хочу отметить, достаточно солидные. Штрафы оформляются как на должностное лицо, так и на самого индивидуального предпринимателя и организацию. Субботним утром на рынке яблоку негде упасть. С двух сторон улицы Ленина расположились садоводы-любители. В тесном соседстве каждый из них норовит побыстрее продать свою рассаду. Здесь же толпятся покупатели, причем не всегда маски закрывают лицо. В таком тесном контакте не исключены новые случаи передачи вируса, отмечают специалисты. Сегодня на рейд вышли и сотрудники полиции. Они составляют административные протоколы за незаконную торговлю на улице. Но расходиться никто не спешит. До 12 часов бойко торговали и в закрытом мясном павильоне. Горожан сюда пускают также только в маске и перчатках. Тем временем администрация рынка попросила всех торговцев и покупателей в экстренном порядке покинуть территорию продуктового рынка. На рынке появился заболевший коронавирусом, дал положительный результат на тест. И подзвонили с администрации, сказали рынок закрыть. После чего я вызвал свет станции специалистов по санобработке. Вот сейчас проводится санобработка. Обработан продуктовый павильон, мясной павильон. Так, вещевой у нас не работал и сейчас обрабатывают территорию рынка. Сегодня-завтра точно работать не будет. В понедельник с администрацией городской решим, но там видно будет. Санитарная обработка специальным дезинфицирующим средством прошла на площади более 1200 квадратных метров. Параллельно работали две бригады. Пока одна обеззараживала здание снаружи, вторая обрабатывала все поверхности внутри. Городской транспорт работает в штатном режиме, однако попасть в автобус без маски и перчаток не получится все строго. Усиленный пропускной режим сейчас и в центральной районной больнице. Сегодня она закрыта на карантин. За последние двое суток в Янаульском районе ситуация с COVID-19 ухудшилась. Количество заболевших жителей Янаульского района по инфекции COVID-19 составляет 19 человек. Это подтвержденные случаи, которые прошли подтверждения в лабораториях города Уфы. На сегодняшний день у нас появились 8 новых случаев новой коронавирусной инфекции и в данном случае мы будем ждать подтверждение или отрицание вот этих новых случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, у нас есть один умерший. Также есть выписанные с выздоровлением. Это 6 человек. 59 человек находятся на карантине. Общее количество исследований по коронавирусу составляет 1859 исследований. Никто из нас не застрахован от заражения коронавирусной инфекцией и надеяться на крепкий иммунитет или русский авось не приходится, особенно в масштабах маленького города. Вы можете стать переносчиком заболевания и по вашей беспечности могут пострадать люди. Сохранить стабильность помогут простые правила. Ношение масок и перчаток, соблюдение дистанции и дисциплина. Алсу Щепотева, Артур Мухаммедшин, Эльмира Хузиева, служба новостей Янаульского телевидения.